Телерадиоканал Страна ФМ. Один на всю страну. Эй, 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 один на всю страну, всё так, ого, ого, можно вот так тоже сделать, Лиза Галинина, Майк Войс. И мы снова сидим, как же мы рады, что к нам ходят гости, что не нужно первой час стоять, можно присесть, посидеть. 18 часов 7 минут после концерта мы уже будем, так сказать, пищей духовную насыщаться, о серьёзном говорить. Ну, Лиза, представляй. Спасибо. Пожалуйста. Друзья, у нас сегодня в гостях руководитель, акселератор социальных инноваций, Ольга Филатова. Ольга, привет. Здравствуйте. Так, вы знаете, я хоть и не блондинка, но мне надо пояснить каждое слово. Более того, Ольга, прежде чем вы начали отвечать, я вам скажу некоторые правила, такие чисто технические, я сразу не стал вас заморачивать в гримёрке. У нас здесь, как в бане, генералов нет, все на «ты». Отлично. Что ко мне на «ты», что к тебе на «ты». Все просто. И если что, веник можно передать. Да. А мы в какой бане сегодня сидим? В такой. Ну, понятно. Так, ну давайте, акселератор социальных инноваций. Расшифруйте нам, пожалуйста. Акселератор — это место, где, как, в принципе, и в сельскохозяйственной отрасли, там, где кого-то растят. В нашем акселераторе мы растим проекты от стадии идеи до стадии реализации. Проекты такие классные, надо пояснить. Да. Модные. Модные, связанные с социальными инновациями и с высокими технологиями. А социальные инновации — это те инновации, что-то новое, что делает нашу жизнь краше, лучше, добрее, проще, счастливей. Так, вот стойте. Если моя коллега Елизавета Иоанновна все время льет патоку и, так сказать, засчитывает все ответы, то со мной такое не пройдет. Я, как бывший чиновник, я могу сказать, что вот чем больше умных слов в заголовке... Он поэтому и называется Mike Voice, ведь ему стоит за свое прошлое. Да, я, ну, знаете, не то, чтобы я находился в федеральном розыске, но я свое, так сказать, не афиширую. Ольга, чем больше умных слов, чем больше вот этих вот инноваций, там, фрустрации и полная социальщина, тем больше попахивает, как это, распилом. По крайней мере, так все время было в моей сфере, в той, в которой я раньше был. То есть, а можно было как-то попроще все это назвать? Мы, на самом деле, думали, и даже сегодня я с коллегой сидела, и мы думали, как бы это назвать по... Человечески. По-человечески, но и в то же время, чтобы люди понимали, что это что-то интересное, классное, новое. Пока не придумали. Как придумаем, сразу вам расскажу. Ну, давайте еще тоже поясним, к чему вообще этот разговор. У вас проходит форум в июне, да? Да. Тоже форум социальных инноваций. С 19 по 21 число. Давайте будем конкретными. Будет тоже очень много таких людей, которые сейчас являются, ну, кумирами для кого-то, которые добились очень таких результатов, ну, просто мировых. Вот давайте расскажем, кто выступит, кто спикер, кто вообще туда может прийти на этот форум, кто посмотреть, послушать. Нас фейс-контроль пропустят с Лизой? Обязательно. Вас точно. Ну и за Лизой только. А других нет, да? И других тоже, но чтобы нужно пройти небольшой, так скажем, квест и заполнить анкету на сайте social-forum.ru. Да. И вам придет приглашение. Форум открытый, но надо зарегистрироваться. Будет он проходить в течение трех дней. И помимо того, что мы на этом форуме представим проекты, которые мы вырастили, как раз вот из идеи в реализации. Российские, да, вот наши, которых мы обучаем сейчас. И помимо этого, будет огромное количество других площадок, которые одновременно будут, на которых будет масса полезной информации про то, как, какие новые вещи происходят в сфере социальной, как можно этим пользоваться и зачем это надо. Такие прикладные, применимые. В основном, да. Ну и так, чтобы закинуть уже удочку быстренько, там же и Джекма будет создать или Али Баба выступать, да? Ну что ты вот, ну что ты вот. Ну просто давай заклеим именами. Давай не заиграем это, давай с этого прямо начнем. Вот давайте, все, все, это не считается, забудьте, это вы неправильно услышали. Значит так, сейчас мы слушаем песню, да? Скажите, самое главное, а не то, чтобы я интересовал, ну, поинтересуйся. Да быстрее. А Вова придет? Вова, Вова, что бы это ни значило. Ну наверняка какой-то Вова придет. Какой-то Вова придет в честь этого песня Вова, пожалуйста. Подвелся. Майк Уэсли за Калинином в студии, у нас в гостях сегодня руководитель акселератора социальных инноваций Ольга Филатова. И мы остановились на том, что вы обучаете людей со всей страны, чему конкретно. Да, да, да. Я начну с самого начала. Мы еще два месяца назад объявили большой сбор заявок от разных проектов. Это происходило все онлайн, то есть люди могли со всех концов России подавать заявки. У нас пришло более 50 заявок, из них мы отобрали 20 из абсолютно разных городов нашей большой страны. Даже есть один проект из Белоруссии. И победители получили шанс пройти бесплатно, абсолютно бесплатно онлайн обучение на протяжении 8 недель. И в результате показать, 10 из этих проектов покажут то, что они натворили. А обучение к чему конкретно? Мы обучаем правильно строить бизнес. Проект с идеей до упаковки. Каждую неделю у нас в понедельник проходят вебинары, где все это опять же происходит онлайн. Не обязательно ехать из своего города к нам в гости. Не надо отрываться от основной деятельности детей и семьи. Конечно, Москва не резиновая. Мне надо учить 20 участников. Я сочу. Ну, ничего. Давайте, давайте. Я уже заинтересовался. Каждый понедельник по разным специальностям проходит обучение. На первой неделе мы ставили цели на ближайшее обучение. Затем мы выясняли вообще, нужен ли этот проект миру и потребителям. Что мир сказал, проект пройдет? Мы затем, после того, как преподаватель, так скажем, куратор, рассказывает, как это сделать, проекты идут в мир и спрашивают у мира, нужен или нет. В основном... Пойдет или не пойдет. Да, в основном обратная связь была положительная. Несколько проектов после этого, к сожалению... Отпали. Отпали, да. А это была какая-то противоправная деятельность? Нет, не противоправная, просто не очень масштабируемая. То есть наша одна из самых главных задач... Разрешение наружу, решение у всех может быть, понимаешь? Что сделать проекты не для того, чтобы их сделать, или для того, чтобы получить какую-то от государства энную сумму денег. Мы бы хотели сделать из этого бизнес и показать людям о том, что социальная сфера — это не только про благотворительность, про гранты, про освоение бабла, а про заработок, про помощь людям вместе с заработком. То есть каждый человек, который хочет сделать что-то в нескольких сферах, вот которыми мы сейчас занимаемся, — это образование, здравоохранение, активное долголетие и помощь людям и животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Знаете, главное, чтобы это было не бла-бла у мамы на кухне. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Ольга Филатова. Да. Лиза Калинина. Да. И человек, скрывающий имя, Майк Лойс. Ольга, просто с места в карьер, в лоб вопрос. Вот мы хотим открыть с Лизой... Бизнес. Да, шаурму мы хотим открыть тут рядом. Тут такой бизнес-центр хороший у нас. А это не социально ориентированное. Мне тоже кажется. Послушайте, вы сказали про тренинги. Если я буду крутить шаурму, еще обучать других шаурменов. Так можно? Да, можно. Шаурменов. Я знаю, как это. Или шагерменов для... Вы еще должны какую-то инновацию туда. Если вы просто... Знаю. Смотрите сюда. Если кто нас смотрит, вы тоже смотрите. Мы будем крутить не вот так, а вот так. Понимаете? Не вертикально, а горизонтально. Все, никто так не делает. А высокие технологии где у вас? Мы не создадим. Да, о! Интересно. Молодец. Почему бы нет? Видите, знаете, сколько можно интересного придумать в этой овне? Конечно. Бывший чиновник. Мы еще классные видео будем снимать, например. Ну, будем через соцсети все это распространять. Потом в эфир бежать. Все, ты закончила. Пахнуть вот этим всем. Ольга, а теперь еще один вопрос. Ответ тоже в лоб. То есть фонду все это зачем? Для вас это бизнес или для вас это как работает? То есть для нас, которые хотят бесплатно научиться, обучиться, попасть в двадцатку проектов, чтобы выстрелил бизнес, У нас мы заработали бабла и поехали, купили яхту. А для вас по ту сторону? Бэк-офис как работает? Мы занимаемся популяризацией, я бы сказала. За чей счет? За государственную. Красиво! У нас есть прекрасные люди, которые организовывают этот форум, которые тоже хотят развития социальных инноваций. И для того, чтобы это произошло, чтобы мы стали все счастливее и здоровее, нужно, чтобы как можно больше появлялась инновация в этой сфере. Первым шагом нужно проинформировать, пропопуляризировать это направление. И если начнется такая активная популяризация, то и больше денег будет в этой сфере, и больше людей. Смотрите, вот заявки, которые пришли, у людей уже есть бюджеты вообще, чтобы открывать этот бизнес? Или есть кто вообще с нуля, там, будет брать кредит на это все? Очень разные. У нас разные, как сказать, категории. Ну, контингент разный. Да, разные. Некоторые ребята очень, так скажем, продвинутые, уже даже смотрят в сторону иностранных инвестиций. Некоторые только понимают вообще систему, как, зачем, куда идти, куда бежать, чтобы получить деньги, какие документы подготовить. В принципе, мы для этого и существуем, чтобы их обучить, направить, курировать, да. Друзья, небольшая пауза у нас вновь. Вы можете задавать вопросы. 909-928-1-89,9. WhatsApp, Viber, SMS. Мы проходили тоже тренинг, у нас реклама, пожалуйста, мы зарабатываем сейчас. Да, скоро вернем. Полседьмого вечера. Ольга, Миша, Лиза. 89,9. В Москве, 102.0. В Санкт-Петербурге. Да, друзья, мы продолжаем такой социальный бизнес у нас сегодня. Тема. Ольга, мы говорим про акселератор ваш. Давайте еще раз напомним, какие сферы вы поддерживаете? Ну, то есть, чтобы понимали, кто вообще ваш клиент. Образование, сфера, здравоохранение, активное долголетие и помогаем людям и животным, попавшим в трудные жизненные ситуации. Ну, все за то, что стоит набрать деньги, по большому счету. Ну, такое всегда. Ну, все равно... Приходится. Да. То есть, не все можно сделать на благотворительной, волонтерской или с помощью помощи государства. Все равно вот есть бизнесы, которые... Ориентированы на это. Да, на это и на заработок. Ольга, слушайте, а расскажите личную историю. А вы как попали во все это вот? Интересно же. Да, я достаточно давно работаю в благотворительности в качестве волонтера, в качестве фандрайзера и в качестве менеджера по маркетингу и пиару. И параллельно я несколько лет занимаюсь и маркетингом, и поиском инвестиций для стартапов, которые работают в сфере высоких технологий. И в какой-то момент я поняла, что это можно совместить и рассказать людям о том, что социальный бизнес — это не только про поиск денег с протянутой рукой по разным инстанциям и компаниям. А это еще и бизнес, где можно зарабатывать деньги, где можно самореализовываться и помогать. Друзья, и мы еще хотим напомнить, что 19 июня стартует ваш форум, где как раз вот этих вот людей, которые у вас приняли участие, можно уже оценить, они будут выступать со своими проектами. Какие-то примеры, может быть, приведем? Что вообще в этот раз было интересным? Что выстрелило? Что нужно миру? Какие проекты? Сейчас у нас пришло в коксератор, как я говорила, 20 проектов, будут выставляться 10. Пока у нас еще идет, так скажем, соревновательная часть, мы сделали, чтобы проекты были лучше и больше сил прикладывали к тому, чтобы выступить на форуме. Ну, у нас действительно очень много интересных ребят, и, например, одни делают коворкинг для лиц серебряного возраста, где будут обучать основам компьютерной грамотности, какие-то проводить... Такой ликбейс. И тут же могут предоставить работу, они хотят заниматься трудоустройством еще этих людей. Есть проект коворкинга для занятых мам, которые могут одновременно здесь оставить ребенка и поработать. В конце концов, да. Есть проект «Бабушка рядышком», где каждый может найти себе бабушку на час, так скажем, либо для разных целей. И эти люди, которые... А какие цели? Связать что-то? Я просто не стал ничего... Просто я слушаю... Разные цели. Может быть, помощь по хозяйству, посидеть с ребенком, научить чему-то. Тоже разные будут направления влечения. Также у нас есть интересный проект по созданию коммуникационной площадки для женщин, попавших в ситуацию семейного насилия. Ой-ой-ой. Да, это большая проблема, и кого она, слава богу, не коснулась, наверное, не очень понимает, да, что это. Но это большая проблема, и через... Здесь какая-то психологическая поддержка. И в том числе психологическая поддержка как профессионалов, так и, так скажем, комьюнити людей, которые также попадали в эту ситуацию. Ну, поддержка такая, да. Да, поддержка. Да, и также в сфере образования есть интересный проект онлайн-обучения языку жестов, есть проект онлайн-обучения музыки, есть проект интересных онлайн-олимпиад для тех сферах, на тех предметах, которые для школьников не очень интересны. А когда это вот более игровой форме, все это вот онлайн, все с гаджетами, да, то они становятся усидчивее внезапно. Друзья, у нас вновь музыкальная пауза сейчас. Натан Фит М Бэнд, напомни имя, друзья, вы задавайте свои вопросы. Ольга Филатова, я напоминаю вам. Да, 909-928-1899. Песня в честь напоминания. В честь напоминания? Пожалуйста, напомни имя. Напомним имя. Мы тут поговорили про проект, а вот мне интересно про персонали, и потом перейдем как раз к одному проекту, который мы сейчас за эфиром обсуждали. Да, социальный проект. Мне очень заинтересовало одно имя. Ну ладно, два, ко второму сейчас тоже перейдем. Ахут Аль Руми, руководитель Министерства Счастья Объединенных Арабских Эмиратов. У меня написано, правда. Да, это просто так и есть. Которые будут на форуме выступать. Конечно, конечно. Когда, мой вопрос в чем? Мы когда-нибудь вообще доживем, что у нас тоже будет министр счастья? Я бы хотел увидеть его недалеко у нас на Краснопресненской набережной. Это уже первый шаг, если она приезжает, будем обмениваться опытом. Может быть, она убедит нас и наших коллег. Слушайте, Ольга, а вы знаете вообще, что такое Министерство Счастья? Я вот не отвечу, честно. Ну, я бы хотела оставить это, чтобы люди пришли и узнали. Я не скажу, это интрига будет. Интрига. Министр счастья. Это же интересно прийти и узнать. На форум все могут прийти. Да, главное зарегистрироваться. Сайт? Social-forum.ru Все, все, друзья. И теперь мы говорим о проектах, которые вырастили уже вы. Ну, в частности, ваша команда, ваши коллеги. Ну, я хочу рассказать о нескольких проектах. Это не совсем наши проекты, потому что мы только начали растить наших. И я с удовольствием приду к вам через год и расскажу о своих таких успешных проектах. Но сейчас вот на рынке есть очень хороший пример. Социальная сеть для, я бы сказала, наверное, Uber для сиделок, так скажем. Так. Забота о вашем близком с помощью профессионалов. Проект называется близкие.ру. Там вы можете подобрать себе проверенного человека. Который сиделку. Да, сиделку, да. Который поможет ухаживать за вашим. Человеком, который в этом нуждается. Да, помощь. Это бизнес, от слова «бизнес». Там действительно ребята очень опытные сделали это. И они привлекли инвестиции у российских инвесторов. Это не грант, это не... То есть это показывает, что люди верят в то, что в этот проект, в этот социальный бизнес. И они сейчас вот развиваются активно. Это федеральный бизнес? Сейчас пока они только в Москве, думаю, что да, они будут масштабироваться. Нам приходят вопросы, друзья, вы тоже задавайте. 909-928-189-9. Очень хороший вопрос в тему. Про социальные проекты, да, тут все равно все основано на доверии. Но тем не менее это платно, за деньги. Вот где гарантии, что тебя не обманут? Да. Ну, в принципе, это... Тема очень эмоциональная. Ну, это как вот ритуальные услуги, знаете. Не вспоминается Остар Бендера. Здесь ни церковь вас не обманут. Так. Но мы вернемся к тому, что это все-таки бизнес. И это вопрос доверия и вопрос качества продукта. Это вопрос маркетинга, вопрос того, как социальный бизнесмен, так скажем, ведет свой бизнес. Если, как и в любом бизнесе, если несколько будет недовольных потребителей и плохих отзывов, то просто этот проект не будет дальше жить. И не будет прибыли, не будет развития. То есть здесь репутация очень важна. Ольга, прецеденты были? Не могу точно сказать сейчас о названии. Наверняка, потому что все-таки стартап-сфера, она достаточно рисковая. Из 10 стартапов выживает один. А, это так. Да. Такая статистика. Да, это интересно. Есть разная, но плюс-минусы вот такая. Ольга, а вы понимаете, в чем дело? Нам тоже надо выжать. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Я вот потренировался и в конце, в конце уже нашего блока могу точно без ошибок сказать. Руководитель акселератора социальных инноваций Ольга Филатова. Скорговорка прям, Ольга. Да. Такая. Ну, давайте подводить итоги. Приглашаем всех куда и когда? Приглашаем всех на форум социальных инноваций регионов, который пройдет с 19 по 21 июня в ВДНХ, в городе Москва. У нас будет очень много всего интересного, огромное количество. Стойте, стойте, а куда идти? К фонтану Дружбы Народов? Куда? К павильон Армения? Куда? Я думаю, что толпы интересующихся вас направят. Понесет толпой. Да, понесет толпой. Все информативы на сайте. Да, да, да. Там и зарегистрироваться надо. Да, зарегистрироваться обязательно не забудьте. Social-forum.ru. Всех вас очень ждем. Приходите к нам на стенд. Мы вас познакомим с нашими талантливыми ребятами, которые делают интересные вещи. Приходите. Смотрите, ну, если уж так говорить про социальных бизнесменов, то вот сейчас кто это в основном делает? Мужчины, женщины? Какой возраст? Вот, по крайней мере, ваших учеников, которые два месяца стажировались, учились, обучались. Да, совсем недавно мы этот вопрос, так скажем, рассматривали. Кого больше? Конечно, больше 60% женщин, вот что я могу сказать. Почему? Есть несколько причин на это, как скажем, почему так. Ну, одна из которых мне достаточно, кажется, показательная, что все-таки женщины, они более, в принципе, включены в социум, и они сталкиваются с проблемами с собственными детьми, у которых есть, или с проблемами с образованием, со здравоохранением. Все-таки мужчины больше находятся в сфере зарабатывания денег. Да, бизнес вырастает из ошибок, которые есть, да? Да, да, да. И чаще всего у каждого человека своя личная история, что он столкнулся с той или иной проблемой в жизни. Ольга, вы прям как будто знаете, какое сообщение мне сейчас пришло? Нам сообщение, да. Ну, естественно, просто телефон передо мной. Да. Ольга, чтобы далеко не углубляться, вот пишут реальные абсолютно люди. Абсолютно наши слушатели, да. И я считаю, что им надо помочь. Я зачитаю. Вот пишет явно мужчина, да? Я прослужил, это к вопросу о тех, кто обращается. Я прослужил на подводном флоте 25 лет, выброшен нашим государством на улицу. Без квартиры, без средств существования, на работу никто не берет. Какой форум, о чем вы люди, мне есть нечего, а не форум. Ну, в общем, как помочь вот такому персонажу? Что надо ему сказать, вот этому человеку? Куда ему идти, куда бежать? Так сказать, его судьба в его руках. Я не совсем поняла, из какого он региона. Александр, Питер. А, из Санкт-Петербурга. А для ка еще гляну, что там больше. Александр, Питер, да. Для пенсионеров есть огромное количество программ, которые абсолютно бесплатно помогут этому человеку научиться чему-то новому, получить какие-то новые знания. И это, ну вот куда ему обратиться, может быть, какой-то мы порекомендуемый сайт. Вот прям конкретно что делать, на сайт зайти, что? Вот у него сейчас будет, вот он сидит дома, не знает, что делать, придумает социальный бизнес, куда ему идти. А все-таки социальный бизнес придумает. Ну как же, ну и жить-то надо как-то. Нет, может быть, он получит новые знания в муниципальных организациях, которые бесплатно государство предоставляет, и пойдет на наемную работу. А может быть, в процессе получения этих новых знаний как раз и придумает что-то новое, начнет делать бизнес, какой-то своей предпринимательской. Все равно надо начать с того, чтобы понять, что хочется, и получить какие-то знания, пойти в интернет, узнать, какие есть возможности в Санкт-Петербурге. С дивана надо встать, и кого-то про что. Да, ну и да. 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 Да, глобально да. Да, пойти в свой муниципальный округ и узнать, какие есть возможности для бесплатного общественного обучения, переквалификации, большое количество программ. Вот я надеюсь, что у вас все получится, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое. Ольга Филатова была у нас в гостях сегодня, так что, что сказать, везет тому, кто везет, намного можно заработать, при этом не наглеть, не борзеть. Мы желаем вам тоже свои проблемы решить. А мы, кстати, не прощаемся, мы-то останемся. Дальше новостной блок у нас через 10 минут. Да. Ольга, спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях была руководитель акселератора социальных инноваций Ольга Филатова, и приходите на форум 19 июня. Да, спасибо большое, мы вас очень ждем. ВДНХ. Да. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы прощаемся. Вели радиоканал Страна ФМ. Один на всю страну.